Преступления против мира и безопасности человечества, а также военные преступления не имеют сроков давности. Это подчеркнул генеральный прокурор Беларуси Андрей Швет во время выступления в овальном зале. Белорусские парламентарии в двух чтениях приняли законопроект о корректировке Уголовно-процессуального кодекса. Еще один важный принятый законопроект о народном ополчении. Виктория Радевич подробнее. Изменения Уголовно-процессуального кодекса, вопросы конституционного судопроизводства и новеллы в проекте закона о народном ополчении. Это только часть тем, которые сегодня звучали в овальном зале. На повестке дня больше десятка вопросов, которые рассмотрели депутаты на очередном заседании девятой сессии Палаты представителей. Сегодня открыл заседание генпрокурор страны. В своей речи Андрей Швет затронул корректировку одной из глав Уголовно-процессуального кодекса. Новелла в законопроекте предусматривает возможность провести проверку или расследование в отношении уже умерших людей. Это особенно важно, когда дело касается преступлений, как говорят, без срока давности, к примеру, геноцида. Это в частности такие преступления, как акт международного терроризма, геноцид, применение оружия массового уничтожения, нарушение законов и обычаев войны и другие. Участие защитника по делам данной категории является обязательным. В отношении умершего обвиняемого при доказанности его виновности суд постановляет обвинительный приговор без назначения наказания. При этом никаких упрощенных процедур под доказательство виновности обвиняемого проект не предусматривает, подчеркнет генпрокурор. Так, в эпоху, когда то и дело предпринимаются попытки переписать историю, откроются новые возможности сохранить историческую правду, восстановить справедливость и, пусть и на бумагах, наказать виновных в зверствах на белорусской земле в годы войны. Настала очередь назвать фамилии, назвать фамилии конкретных палачей, осудить их для того, чтобы ни у кого-то, скажем, и мысли не возникало в будущем. А мы с вами понимаем, уже люди здравомыслящие, время идет вперед, историческая семейная память, ее по объективным и субъективным причинам становится все меньше и меньше. Поэтому по факту мы должны получить конкретный список нацистов и полицаев и сделать невозможным их героизацию в будущем. Это будет уже не предметом спора историков отдельных, это будут конкретные юридические факты. Действующий уголовно-процессуальный кодекс не позволяет вести уголовное производство в отношении умерших лиц. Все преступники, виновные прежде всего в геноциде белорусского народа, должны быть изоблечены. Они пришли к нам с одной единственной целью – тотальным уничтожением белорусского народа. Сегодня очень важно, чтобы наказание было неотвратимым. Вооруженные помощники милиции смогут хранить оружие дома. Речь идет о добровольцах в составе белорусского народного ополчения. Проект соответствующего закона, которого, к слову, до сих пор нет ни в России, ни в Украине, был принят в первом чтении. Ко второму прошел доработку. Учитывая опыт войн и специальные военные операции, которые сегодня происходят в Украине, и бесконтрольную раздачу оружия, как это было в Киеве, в этом законе предусмотрены все моменты, чтобы такого никогда не повторилось. Добавлено положение о том, что местные органы власти обязаны извещать руководителей организации предприятий, от которых будут добровольцы уходить для выполнения задачи народного ополчения. Уточни. В это же время сам доброволец, согласно проекту закона, не обязан извещать работодателю о том, что пополнил ряды ополченцев. Возможность стать в один строй в качестве ополченца имеют также иностранцы и лица безгражданства, постоянно проживающие в Белоруссии. Те, кто готов взять в руки оружие, чтобы защитить свой дом. Если глобальнее, помочь милиции охранять общественный порядок, бороться с бандитизмом и диверсионными группами, а также пресекать мародерство. Те, кому все-таки доверят автомат, конечно, пройдут тщательную проверку, а наниматели смогут освобождать таких граждан от работы с сохранением зарплаты и рабочего места. После вступления в силу обновленной Конституции перед белорусскими парламентариями стояла задача в короткие сроки привести всю законодательную базу в соответствии с основным законом. В этом вопросе уже выходим на финишную прямую. Рассмотренный в овальном зале проект подразумевает корректировку ряда законов, если точнее, 24, чтобы те соответствовали главному закону страны. Ряд законов согласуется с недавно принятыми законами Республики Беларусь, а также с указами президента Республики Беларусь о биометрических документах, о лицах, осуществляющих финансовую деятельность, а также с указом о сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности. Мы предполагаем законодательно закрепить право граждан Республики Беларусь на реализацию инициатив, связанных с обращением во Всебелорусское народное собрание. Всего на повестке дня было 11 вопросов, касающихся в том числе вопросов банковской деятельности или госпрогнозирования. Некоторые проекты законов касались вопросов международного сотрудничества. Так, парламентарии ратифицировали соглашение между Беларусью и Зимбабве о взаимной защите инвестиций. А что касается отношений с Украиной, то здесь депутаты выступили за то, чтобы прекратить действия соглашения между странами об избежании налогообложения в двойном размере. Принятые депутатами законопроекты должны еще быть одобрены Советом Республики. Далее отправятся на подпись президента. Виктория Радевич, Анатолий Долотовский, агентство теленовостей.